Герой нашего видео – растение. Оно недалеко от пляжа. Там ремонтирующийся пляж, я его показывала. А это смолосемянник табира или петтоспорум, что с греческого языка то же самое, табира. Растение японское, но растет оно по всему Средиземноморью, очень засухоустойчиво, что и позволяет его использовать в городском ландшафтном озеленении. Сейчас осень, и у него нет цветы, хотя он цветет, и цветы пахнут, написано так, флёрдоранжем. Но я здесь не нюхаю цветы, и издалека я чувствую запахи растений, которые цветут, и вам не рекомендую нюхать, чтобы не было аллергии. Но сейчас не цветы, сейчас плоды. И вот смотрите, когда они открываются, растение начинает оправдывать... Ой, не сфокусировалось. Своё название – смолосемянник. Растения покрыты смолистым веществом. Ну, понятно, зачем это делается, чтобы в природе они прицеплялись, допустим, к шерсти животного или к одежде человека. Даже, вот видите, к коже прицепляются. И где-нибудь человек вот так стряхнул их, и они там, соответственно, размножились. Я не знаю, как будет способна и будет лифт. Вот это именно растение к размножению. Ну, вот подумываю, а не взять, коли мне домой, семян и хоть подоконников. У меня нет, но эксперимент такой небольшой поставить можно. Как там, прорастут эти семена или нет? Я как-то баба-семена проращивала. Правда, долго ростки не продержались. Их там на свежий воздух надо выставлять, специальный режим им устраивать. Вот, ну, посмотрим. Всё равно они упадут вот сюда куда-то, без толку семена. Ну, возьму поэкспериментировать. До встречи!